Всем привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Недавно погиб Евгений Пригожин, и у него такие есть яркие иллюстрации сценария именно трагического гомоартического, что я решила сделать обзор, проиллюстрировать, как это работает. Всю личность анализировать невозможно, потому что мало данных. Кто он такой вообще, какая у него семья, кем он воспитывался, имя, фамилия и всё остальное. Такое ощущение, что это какой-то фейк, и не Евгений он, и не Пригожин, там гуляют какие-то ещё имена. И видели, наверное, многие серию фотографий, где он переодетый, то есть он как будто менял свою личность. Но это я не могу, вот эту театральность, какую-то авантюрность, я не могу анализировать. Он достаточно был такой вот для уголовника человек культурный, он даже книгу написал для уголовника. Я не говорю, что он был культурный, он вот наряду с уголовными какими-то вещами в нём был какой-то дух вот этого мушкетёрства, авантюризма. Он создал вот эту организацию, которая тоже вот какое-то как будто мушкетёрская такая организация. Вот братство, братство какое-то военное, и он хорошо сконнектился с этим Дмитрием Уткиным. У них получился там альянс. По Уткину вообще ничего не могу сказать, он такой вот как, вообще как фантомас. То есть это человек-воин, который в мирной жизни наверняка себя вообще никак не мог представить, потому что он кочевал с войны на войну. То есть ему хорошо вот в каком-то пекле. И, допустим, есть такое направление в психоанализе, как транзактный анализ, который создал Эрик Берн. И второй по значимости теоретик, практик этого направления — это Клод Штайнер. И если по Эрику Берну сценарий характеризовать Иосифа Пригожина... Господи, Иосифа Пригожина... Бедный, это Иосиф Пригожина... Евгения Пригожина... То это сценарий гомортический, сценарий неудачника. Казалось бы, богатый человек, но это вот как раз пример сценария, когда богатые неудачники. Множество неудачников из окон падает, да. И мы знаем примеры там Великой Депрессии. Есть вот книги у меня даже лежат здесь на столе, где описывается, что там, допустим, в 23-м году собрались там главные промышленности Америки, а там 6 лет спустя они были никем, в отличие, например, от Рокфеллера. И, значит, он, гомортический сценарий, это сценарий попадания в тюрьму. То есть Пригожин сидел дважды. Представьте сидеть 9 лет в советской тюрьме. Есть баланду, вставать по звонку, где-то в какой-то тесной камере этой с туберкулезниками быть жить. Потом он, вот, что относится ещё к гомортическим сценариям, это такие самые трагические сценарии неудачников. Это заболеться, заболеться раком, сойти с ума, да, попасть в психическую, в психиатрическую клинику. Катастрофа какая-то, там, сгореть, например. То есть вот такие жёсткие вещи. Ну, собственно, у Пригожина был лозунг «Лучшие в аду». Лучшие в аду не только у Пригожина, но руководство этой организации, оно же придумало лозунг. То есть первые лица под ним подписались «Лучшие в аду». О чём это говорит? Это говорит о том, что человек принял сценарий трагический «Лучшие в аду». Но он как будто говорит «Да, я вот принимаю трагический этот сценарий, но я так хлопнусь». Вот вам, вот вы услышите, да, «Лучшие в аду» — это, ну, как бы, адрай — это вообще какое-то такое вот сознание распадается на две части, да, на чёрное и на белое. Но здесь он принял вот это вот чёрное, и он, как бы, говорит «Я об этом буду таким громким неудачником». Ну, собственно, так и получилось. То есть вся Россия, весь мир, все услышали его падение, его крах. Все. Вот так хлопнулся, что разлетелось и ещё будет влиять на российскую политику очень сильным образом. И на всю последующую ситуацию это всё очень сильно отзовётся, да. И что ещё дальше я замечала по его сценариям? Вот меня сразу ёкнуло, когда я прочитала, что Пригожин написал книгу детскую вместе с детьми. И там был сценарий про маленьких гномиков, которые спасают короля. То есть изначально Пригожин — это человек с отцовским сильным комплексом. Поэтому его бунт и такой непонятный, он смазанный. Он вроде как идёт против на Москву, но он не против Путина, а против Шойгу. Он вроде как пошёл и даже сбил вертолёты, там, самолёты, которые на него направили, но не дошёл. И человек с комплексом спасателя отца, зацикленный на отцовской фигуре, он по своей психике пойти против главного правителя не может. Он проецирует туда своего отца. Он идти не может, но вот гомортические сценарии, они же и рождаются из такого неблагополучия. То есть это часто протест. Человек не может с этим комплексом отца справиться, но он и смириться не может. То есть он застревает и там, и там. То есть он и отца не может отвергнуть или пережить это, перерасти. Отцепиться от него, вырасти. И от этого не может, и он не может и полноценно бунтануть против него до конца. То есть он может бунтовать, злиться, но этот бунт весь уходит в самодеструкцию. Потому что гомортические сценарии — это самодеструкция. Это когда человек сохраняет вот внутри себя вот этот образ правильного правителя. Ну и, собственно, и Пригожин, он действовал слепо, слепо он. Его разыграли как пешку. И многие люди не могут поверить, что его разыграли, что настолько всё просто. Уже пошли легенды, уже пошли сочинять. Ну понимаете, что все мы люди. И у нас есть такие пробелы зрения. Ну мы... Вот вы вспомните, вы делали что-то тупое. Например, вы начали встречаться с каким-нибудь человеком или дружить. И вам про него могли все говорить. Это, кстати, не у всех. Я понимаю, что это не у всех, но у многих есть. Люди говорят, ну с кем ты связалась или связался? Ты что, не видишь? Но вот конкретно вы можете не видеть. Вот другие видят, а вы нет. И посмотрите, сколько у нас в стране... Вот сейчас кризисное время показывает, сколько у нас в стране людей наивных. И, казалось бы, они успешные, богатые. Вот, допустим, серия ограблений ректоры вузов, проректоры вузов, профессура. У них выманили там 8 миллионов рублей. Какие-то бешеные деньги. Особенно для Москвы, может быть, это не бешеные, но для провинции это бешеные деньги. И, то есть, у людей легко выманивают. Вот там читаешь, когда новости, там профессор бегал неделю по Москве, снимал деньги, потому что ему сказало ФСБ, мошенники, представляющиеся ФСБ. И кажется, ну неужели вот так можно разводить людей? То есть, мошенники знают какие-то вещи и понимают психологию людей больше, чем мы. Допустим, обычный человек, он думает, боже, ну это же профессор, ну он же умный. То есть, он наделяет его какими-то качествами согласно статусу. А мошенник этого в нём не видит, он видит добычу. И всё. Он видит добычу, он видит куклу, он подбирает ключи к психологии, да. И вот у нас, получается, толпы зомби бегают. И есть ужасные какие-то случаи, где людям там говорят, снимают они все деньги, говорят, хочешь вернуть, иди там поджигай что-нибудь. Они ищут уголовку себе. То есть, мало того, что их обчистили, там уже есть люди, которые кончают с собой из-за этого. И при этом есть население, масса населения говорит, что психология — это мошенничество, это бред. Но слушайте, вот в психологии мы это прорабатываем. То есть, снимаем вот эти вот защиты, внушаемость, доверчивость, там ещё что-то. Я понимаю, что многие есть курсы, которые, наоборот, вот эту внушаемость используют, да. Но задача психологии, психотерапии — это выстроить своё независимое «я». То есть, а здесь на чём играют? На страхе. ФСБ позвонило, обосраться можно. То есть, человек сразу в аффект выпадает от страха и делает, как зомби, всё, что ему прикажут. Это для меня удивительно вообще. Вот сейчас, что происходит с людьми. Для меня это просто... Я читаю и я офигеваю. Просто я не подозревала, я работаю с людьми. Я уже чему-то, что только не видела, уже нечему удивляться. Я сама столько наделала каких-то ошибок. Но здесь у меня вот так вот рот открывается и не закрывается. Точно так же вы можете себя проанализировать. Что вы говорите людям про себя, как вы подписываетесь, что вы часто повторяете, то и является вашим сценарием эта футболка, эта надпись на футболке. И, кстати, футболки многие подбирают с какими-то надписями, с какими-то ещё вещами, картинками. Это тоже человек что-то демонстрирует про себя, транслирует миру. Прочитайте. Прочитайте, подумайте, это про что и к чему это дальше ведёт. Какие дальше будут ступеньки. Ну, вот такое вот небольшое видео, не претендующее на какой-то глубокий анализ. Потому что, чтобы глубоко анализировать, мне нужно ещё собрать там какие-то интервью, просмотреть. Я этого не делала, я просто то, что на поверхности было, то, что я заметила, то, что ярко бросилась в глаза, ну, кстати, зачастую, и этого достаточно. То есть, если, особенно когда человек такой, ух, сразу всё себе выкладывает, да, он такой ярко заявляет миру. Мы лучшие в адун. И вот. Это наглядная такая иллюстрация. Даже сложно придумать ещё какой-то более такой вот яркий сценарий, чтобы продемонстрировать какой-то гомортический сценарий, да. Но сложно. И вообще, вот, именно, даже если подбирать из каких-то художественных произведений, ну, кто у нас там? Князь Мышкин. Вот. Князь Мышкин, это тоже такой вот сошедший с ума человек. Я помню Джейн Райс, вот, глубокое с Саргасово море. А так их, в общем-то... А, ну, Мадам Бавари. Но если вы вспомните, вот тоже напомните какие-нибудь гомоартические сценарии. То есть, Мадам Бавари — это гомоартический сценарий. То есть, залезть в долги, плясать, плясать, не замечать. А сценарные чувства, они вот и чем опасны? Что они человеку отсекают часть зрения и чувствования. То есть, человек не чувствует. Сценарные все чувства, которые двигают человека как марионеткой, как куклой, они все остаются непрочувствованными. Зачастую вместо них человек смеётся. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. То есть, если человеку сказать про его сценарий, он будет ха-ха-ха смеяться. Да? Говоришь что-нибудь серьёзное, а человек смеётся. Это называется смех висельника. И это находится вне осознанности. То есть, этот сценарий, он действует из бессознательного, а несознательного. Только по каким-то событиям мы можем судить, что человек движется в какую-то такую сторону. Например, первое, там, привод в тюрьму, посадка, какая-то трагедия, авария, ещё что-то, какие-то цепочки событий. Что это всё придёт в эту сторону, да? Вот. Но напишите какие-нибудь ещё сценарии, если вот вы вспомните, из художественных каких-то произведений. Гомортический сценарий, вот как мадам Бавари, например. Вот она делает долги, она кружится, она думает, да, как-нибудь я выкружусь. Да, а потом, тук-тук-тук, мы люстовываем ваш дом, ваши кресла, вашу мебель. И потом, значит, она выбивает яд, да ещё и такой, чтобы там два дня умирать, а не три секунды. Ну вот тоже это гомортический сценарий. Кстати, очень красивые экранизации, особенно с Изабель Юпер, мадам Бавари. Это прелесть, что такое. Очень красивые костюмы, очень красивый фильм. Если хотите, найдите, посмотрите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...